С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 23 апреля. Всемирный день книг и авторского права. Объявлен ЮНЕСКО в 1996. Отмечается в день смерти двух выдающихся писателей Уильяма Шекспира и Мигеля Сервантеса. Также сегодня день английского и день испанского языка. Праздник основан Организацией Объединенных Наций. Кстати, английский был и остается специальным языком Организации Объединенных Наций. Дело в том, что он является рабочим у Совета Безопасности, главного секретариата ООН. У родившихся в этот день в 1564-м родился Уильям Шекспир, английский драматург и поэт. Тургенев как-то писал. В год рождения Галилея и смерти Кальвина в небольшом городке Средней полосы Англии явился на свет ребенок, темное имя которого давно уже стало одним из самых лучезарных, самых великих человеческих имен. Явился Уильям Шекспир. Почти все шекспировские пьесы до сих пор не сходят со сцен мира, а вокруг его имени масса слухов. То ли он был, то ли его никогда не было. То есть Шекспир продолжает жить. И еще одно литературное событие. В 1719 году в книготорговый список Британии заносится книга Даниэля Дефо «Жизнь и необыкновенные приключения Робинзона Круза», моряка из Йорка, написанные им самим. За три месяца она выдерживает четыре издания. Правда, последующие продолжения не нашли такого отклика. Роман о Робинзоне положил начало целому литературному направлению, которое назвали «Робинзонада». В 1804 году рождается Мария Тальона, французская балерина. Именно ей искусство балета обязано танцами на пуантах. Гастролировала по всей Европе, от Лондона до Берлина, от Милана до Санкт-Петербурга. Большое количество балетов написал для нее сам Мариус Петипа. Но вот некоторые спящая красавица, зефир и флора, золушка, тщетная предосторожность. Везде танцы Тальони были воплощением грации и изящества. В 1857 году рождается Руджелло Ленковауло, выдающийся итальянский композитор, пианист и локальный педагог. Он сочинил почти два десятка опер и оперет, но наиболее известны две – паяци и богема. Макс Планк, немецкий физик и основоположник квантовой теории, родился в 1858 году. Он всех убеждал, что кванты энергии – это случайность и при этом фундаментальное свойство. До сих пор со многими положениями квантовой физики, заложенной Планком, ученые стараются просто мириться, ибо классическая физика в годы работы легендарного ученого слегка пошатнулась. В 1891 году рождается русский композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев. В шесть лет он уже сочиняет циклы маленьких фортепианных пьес, в девять – автор детской оперы, а в тринадцать – поступает в Петербургскую консерваторию на класс фортепиано. Оканчивая ее, Прокофьев сыграл с оркестром свой первый фортепианный концерт и получил даже почетную премию имени Антона Рубинштейна. События этого дня – 1836 год – выходит первый номер журнала «Современник», основанного Пушкиным. Раздел поэзии первого номера содержит стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского, Давыдова, Боротынского, Тютчева и других авторов. В разделе «Проза» основное место занимают произведения, опять же, Пушкина, а также Гоголя, Тургенева и еще рассказы других авторов – статьи Давыдова, Вяземского и Адаевского. 1906 год. Утверждение Николаем II основных законов Российской империи. Манифест – отдельная разновидность законодательных актов Российской империи. В нем давалось лишь краткое объявление о некой крупной перемене, подробности которой прописываются дополнительными законодательными актами. Закрепленная основными законами система существует до 3 июня 1907 года, когда Госдума распущена, а избирательный закон изменен. 1929 год. Открытие 16-й конференции ВКПБ, на которой примут первый пятилетний план развития народного хозяйства с 1929 по 1932 год. Экономические планы, так называемые «пятилетки», предполагали довольно быстрое развитие экономики страны. Первой пятилетке предшествовала знаменитая новая экономическая политика – НЭП. 1964 год. Первый спектакль «Театр на Таганке». Недавние выпускники училища имени Щукина играют пьесу Брехта «Добрый человек из Сизуана». Она поставлена их педагогом, а к моменту премьеры – главным режиссером Юрием Любимовым. Спектакль станет и дебютом на сцене славенной Золотухина Губенко. В этом же 1964 году проходит основание фирмы граммофонных пластинок «Мелодия». Выходит постановление Софмина СССР, согласно которому студии грамзаписи и заводы грампластинок переходят в подчинение Министерства культуры. Это было то время, когда слово «пластинка» плавно превращается в слово «пласт» для того, чтобы в нынешние времена превратиться в слово «винил». 23 апреля – день рождения спутникового телевидения. В 1965 в этот день в СССР запущен первый спутник связи – «Молния-1». Так начинает создаваться космический мост между отдаленными районами земного шара. 1985 год. Апрельский пленум ЦК КПСС, на котором провозглашается курс на проведение перестройки. А уже в 1991 году, в этот день, в подмосковной правительственной резиденции Нового Огарёва президент СССР Михаил Горбачёв и лидеры девяти союзных республик – всего девяти – дают толчок так называемому «Новогорёвскому процессу» – выработке нового союзного договора. И совсем уже в декабре этого же 1991-го перестанет существовать СССР. Ибо никакого договора после августовского путча не удастся заключить. Ну и последнее. В 1984 году представитель здравоохранения США и социальных служб Маргарет Хеклер сообщает на пресс-конференции, что американские учёные обнаружили возможную причину СПИДа – ретровирус, впоследствии названный вирусом иммунодефицита человека или ВИЧ-инфекции в 1986 году. Также она заявляет, что вакцина будет доступна в течение двух лет. С лечением она, увы, точно не угадала. А мир столкнулся с новым доселе неизвестным заболеванием, побороть которое окончательно не удаётся до сих пор. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok